МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Следы империи». Сегодняшняя тема – ниже Великой Русской революции. Сто лет назад группа людей с железным характером, с гениальной идеей предложила России новую реальность. Они пообещали нам построить рай на земле. Что из этого получилось, мы все с вами видели 70 лет. В сегодняшней программе мы поговорим с экспертами и с молодежью о том, что такое была русская Великая революция. Первый вопрос у меня к экспертам. Скажите, пожалуйста, этот вопрос, он очевиден, тем не менее, то, что произошло сто лет назад для России, это было благо или это была трагедия? Лена Николаевна. Ну, само слово «революция» – это значит поворот назад. Поэтому это все объясняет. Мы потеряли то развитие, которое шло неуклонно. Мы потеряли генофонд, мы потеряли часть населения мыслящего, мы потеряли одну из лучших армий. Вот это результат. Спасибо. Кратко, если можно. Значит, если говорить об октябре, не о феврале, то, конечно, октябрь – это эпохальное событие не только русской, но и мировой истории, которое, по сути дела, перевернуло развитие всей человеческой цивилизации. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что это действительно величайшее событие в русской истории, номер один. Одно из величайших событий 20-го столетия. Но, к сожалению, для моей родины это была трагедия. Был установлен самый немилосердный в ее истории режим по отношению к собственному народу. Да? Нет. Да? Нет. Нет. Нет, ну вот я по поводу армии, понимаете, великая царская армия, она проиграла крымскую кампанию в 1855 году, она проиграла японскую кампанию, а советская армия и себя спасла, и Европу спасла. А революция-то 25 октября по старому стилю, 7 ноября по-новому. Это что же событие было? Это же детище-то революции. Ведь до того-то почему-то проигрывали, да как, ну не всегда были там и турецкие войны, понимаете, были-были. Но чтобы советская армия стала хуже, вот это я очень сильно не согласуюсь. Понятно. А вы же считаете... Я считаю, что любая революция это тяжелейшая болезнь, это можно сравнить с инсультом или с инфарктом, а лучше и с тем и другим одновременно. И говорить о том, хорошо это или плохо, бессмысленно. Можно говорить о том, почему это произошло и как от этого выздоровели. Вот, собственно, самое интересное. Спасибо. Революция 1917 года – это для нашей страны национальная катастрофа. Это кровь, бедствие, отставание на много лет, гражданская война. Это величайшие бедствия. А если охарактеризовать в научном смысле одним словом, то русская революция 1917 года – это в первую очередь неизученность и гигантского масштаба мифология. Это в свою очередь... Это в свою очередь тоже катастрофа, потому что незнание уроков прошлого, катастрофических, чревато повторением сценариев, чревато бедствиями в будущем. Спасибо. Я думаю, что эти проблемы должны быть решены. Давайте посмотрим фильм. Два слова. Да-да-да, фильм посмотрим после фильма. Поговорим в сласть просто. Поспорим, поговорим. Давайте фильм посмотрим, который мы сделали информационный, а потом обсудим. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Холодной осенью 1917 года Петроград выглядел уныло, пасмурно и постоянно моросит дождь. Улицы уже давно не убирались, а разруха была во всем и главным образом в головах. Люди словно обезумели. По словам очевидца событий американского писателя Джона Рида, на каждом углу собирались толпы митингующих, все кричали, ожесточенно спорили, газеты и листовки расхватывались, как горячие пирожки. В Смольной, где находился штаб большевиков, был заполнен тюками газет, брошюры, воззваний. Большевики понимали силу слова и использовали это оружие с максимальной эффективностью. Накануне переворота один из его главных организаторов, Лев Троцкий, говорил с разных трибун, практически не останавливаясь, по 10-12 часов в сутки. Это же оружие большевики, а затем и их последователи-коммунисты, с успехом применили, чтобы создать в общественном сознании картину революции, которой никогда, собственно говоря, и не было. С помощью учебников, книг и, главным образом, кинематографом, в народном сознании прочно укоренился вдохновляющий образ опоясанного пулеметными лентами матроса с крейсера «Аврора», штурмующего Зимний дворец. Откуда с позором в женском платье сбегает министр-председатель временного правительства Александр Керенский? Как же все было на самом деле? По легенде, именно залп по Зимнему дворцу с крейсера «Аврора» стал сигналом к решающему штурму. Выстрел действительно был холостым снарядом 25 октября в 21.40. Но вовсе не с целью дать сигнал к штурму. Уже через несколько дней в газете «Правда» появилось письмо матросов крейсера «Аврора», где они выразили резкий протест против обвинений в вандализме. Вся буржуазная пресса тогда кипела от негодования, рассказывая, как залпы «Авроры» разгромили бесценные интерьеры Зимнего дворца. В письме моряки заявили, печать пишет, что «Аврора» открыла огонь по Зимнему дворцу. Но знают ли, господа репортеры, что открытый нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц? Рабочие солдаты Петрограда не верьте, что мы изменники и погромщики. И проверяйте слухи. Что касается выстрелов с крейсера, то был произведен только один холостой выстрел из шестидюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающих их к бдительности и готовности. Конец цитаты. В этот момент Зимний дворец уже был окружен революционными солдатами, матросами и красногвардейцами. Но для них выстрел «Авроры» не стал сигналом к штурму. Они вели переговоры с охранявшими Зимний дворец с юнкерами, и вполне успешно. После визита парламентера Чудновского юнкера школ прапорщиков покинули свои позиции. А около 11 часов вечера по Зимнему дворцу открыли огонь орудия Петропавловской крепости с Нарышкинского бастиона. На сей раз уже прицельно было произведено два выстрела, боевыми и несколько холостых. Но и этот обстрел не нанес серьезных повреждений зданию. Один снаряд картечи перелетел в дворец и упал, не разорвавшись, в районе стеной площади. Другой попал в окно приема Александра Третьего на третьем этаже. Трехдюймовые пушки стреляли шрампнелью, и лишь один снаряд повредил карниз дворца. Известная по фильму Эйзенштейна сцена, когда реализационные массы штурмуют тяжелые кованые ворота, сплошной художественный вымысел. Массового штурма не было. Был постепенный захват, даже скорее проникновение, причем и со стороны дворцовой площади, насквозь простреливаем огнем пулеметов из-за дровяных баррикад. А сбоку! В ночь с 24 на 25 октября со стороны Александровского сада через галерею героев 1812 года во дворец вошли под видом служащих большевистские агитаторы. Постепенно со стороны Невы проникали во дворец и другие группы матросов и красногвардейцев через так называемый детский подъезд. Только около часа ночи с 25 на 26 октября одна из таких групп во главе с членом Петроградского военно-революционного комитета Антона Мавсеенко вошла в здание. Немного попултав по огромному дворцу, в 2 часа ночи они оказались у дверей малой столовой, где заседали члены Временного правительства. Это стало неожиданностью для обеих противоборствующих сторон. В этот момент правительство в ожидании подхода войск с фронта обсуждало земельный законопроект. Министры попросили юнкеров, которые находились в задней комнате, не оказывать сопротивления во избежание кровопролития и добровольно сдались. Всего было арестовано 18 человек, как министров, так и оказавшихся тогда в малой столовой правительственных чиновников и военных. В сопровождении конвоя через Троицкий мост отправили в Петропавловскую крепость. А через несколько часов уже под утро были открыты дворцевые двери со стороны Невы, и Зимний начал постепенно заполняться как революционной, так и праздно шатающейся публикой. Эта нелепая выдумка мучила бывшего министра-председателя до самой смерти. Откуда же взялась легенда? Впервые она была рассказана братом начальника юнкерской школы, оборонявшей Зимний дворец. Других источников не было, но выдумка оказалась настолько удачной, что прожила столетия. К моменту ареста временного правительства Керенского в Зимнем уже не было. Он спокойно покинул дворец незадолго до роковых событий. В традиционном френче и в своем автомобиле, и в Сарову. Его сопровождал Рено, секретаря американского посольства под американским флагом. Дежурный офицер конфисковал этот автомобиль вопреки протестам американского посла. Керенский отправился в Псков, в штаб Северного фронта. Генералу Черемисову просить помощи, так как понимал, что ситуация критическая. Бежать переодетым в матросской куртке в синих очках ему пришлось позже, из Гатчины, после неудачного похода на Петроград с частями генерала Краснова. В глубокой старости, встретивший в США с российским журналистом Генриком Боровиком, Керенский умолял, ну скажите там в Москве, есть же у вас умные люди, ну не бежал я из Зимнего дворца в женском платье. И это не совсем так. Дело в том, что к 1917 году грабить там было почти нечего. С 1915 до Октябрьского переворота во дворце находился военный госпиталь. Практически все ценности были из него выявлены. Это было добровольное решение императора и его семьи, переехавших в царствие село. В 1917 кабинеты и комнаты, принадлежавшие Николаю II, за него временное правительство. Но основные помещения, все комнаты второго этажа, выходившие окнами на него, и все комнаты третьего, с окнами на дворцовую площадь, по-прежнему были отданы раненым. Что касается вандализма, то это, конечно, было новым, в очень скромных масштабах. Отвинтили ручки, кое-где срезали обои и обшивку мебели, ну и украли, кое-что по мелочи. В основном пострадали портреты императоров, их искололи штыками. Так, например, был изуродован портрет Николая II кисти Валентина Серова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот такой информационный фильм. Вы сейчас посмотрели. Вы знаете, всегда революцию делают молодые люди, молодежь. Бежит на парикады, отдает свои жизни за идеалы, за Отечество, за Родину. И вот интересно, что думают дети 21 века, а мы с вами дети 20 века, да, про революцию. Был проведен в ЦОВМ такой опрос недавно. И очень интересный результат. Кого в 17-м году свергли большевики? Большинство опрошенных ответили царя. Среди молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет правильный ответ временно правительства Керенского дали лишь 3%. Это вследствие не только проблем в системе образования, но и, наверное, большом количестве мифов, которые окружают те события столетней давности. И вот они, дети интернета у нас, в студии, да, студенты. Скажите, пожалуйста, для вас, как зовут вас? Леонид. Леонид. Сколько вам лет? 20. 20. Приятно. Для вас события столетней давности – это революция, переворот, это катастрофа или благо? Что вы об этом знаете? Ну, революция 1917 года, февральская, ну, наверное, в большей степени октябрьская – это все-таки большой эволюционный скачок цивилизационный для нашего государства. Цивилизационный? Цивилизационный, да. Это не переворот, в каком-то смысле слова это не употребляли, потому что после этого были перестроены все социальные и государственные структуры, была введена новая идеология, по-новому развивалась экономика. Совершенно иначе строилась духовная жизнь в обществе. А, секундочку, можно задать вам вопрос? Скажите, пожалуйста, а вы истории изучали по каким учебникам? Что там было написано? Много учебников. Большого достоинства учебников, нужно сказать, что они в основном нейтральные, то есть они не мажут ни черной, ни белой краской, ни большевиков, ни царя. Ну, написано, что невременное правительство. Были объективные экономические, социальные, политические предпосылки для революции. Ну, были какие-то субъективные моменты, которые привели к тому, что революция... А, где вы учитесь? В МГУ. Вы как считаете? Я считаю, что это было благо в итоге революция, потому что изменился строй. Царская Россия не справлялась с войной. Многие говорят, что она могла выиграть Первый мировой, но, простите, вспомните сам Брусиловский прорыв, не самый успешный. Не было организации, была нехватка припасов, связанная с тем, что железнодорожная инфраструктура слегка отставала в развитии от требующегося. У меня секундочку, я хотел спросить вас, а эту информацию откуда вы подчеркнули? Как и учебники школьные, так и интернет. Интернет. Да. То есть в интернете написано так? Помните, в интернете написано по-разному, просто там, где я читал, написано так. Спасибо большое, спасибо. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, это было для нашей с вами страны благо или это была катастрофа, как вы думаете? Изначально, конечно, это была катастрофа, но в дальнейшем новый строй помог в дальнейшей истории России. Полететь в космос. И даже полететь в космос. Ну, а что еще? И победить в Великой Отечественной войне. И еще что? И индустриализацию пройти в короткие сроки. Спасибо, 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 ребят. Как прокомментируете это, Лея Николаевна? Это интересно, да? Ну, я с этим сталкиваюсь, и мне всегда грустно. Но больше, конечно, я хотела бы уважаемого господина Назарова ответить, что русско-японская война была не проиграна. Это миф советского времени. Будет наш фильм «Революция западнят для России». И там мы рассматриваем первую революцию 905-го года. Приводим документы, что это просто без американских, англо-американских и германских частично денег Япония бы никогда не вступила в войну. Ее накачали, столкнули, все дело было спокойно. И после этого начались военные действия, подлые, со стороны Японии. Так вот, уже через определенный период Япония не могла воевать. Она запросила мира. Почему Россия пошла в лице императора на этот порт-смутский мир? Действительно, не надо. Потому что была схема. Я спокоен. Ну подождите, так же нельзя, правда? Простите, господин спец. Я спокоен абсолютно. Потому что началась вот так называемая революция. Вот мы приводим документы, что внутренние беспорядки были устроены только для того, чтобы не дать возможность России продолжать свои военные действия. Спасибо, Илья Николаевна. У меня вопрос, у меня вопрос, вопрос. Что же? Самый интересный вопрос. То, что произошло в 2016 году, это была цветная революция? Красная, оранжевая, желтая, неважно. Которую нам подтолкнули. Да нет. Нет? Или это была народная революция? Нет, послушайте. Вот то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, на Украине и так далее, это в чистом виде цветные революции действительно. Вот это изобретение Шарпа и так далее, и так далее. Никакой экономической, социальной иной подоплеки под этими переворотами не существует. А то, что касается событий 2017 года, во-первых, я не стал бы... Вот то, что сейчас у нас принято и в общественном мнении, и в исторической науке соединять эти две революции. Никакой Великой Русской революции не было. Был государственный переворот в феврале, организованный братьями по классу. Там среди кадетов сплошные князья да граф я. Шаховские, Трубецкие, Кановницыны, Голицыны и т.д. и т.п. Значит, теперь то, что касается... Я, прошу прощения, откомментирую русско-японскую войну. Значит, давайте так. Начнем с того, что все хорошо знали, что Японию снабжал и был договор англо-японский заключен. И кто снабжал Японию и для чего. Но японцы приняли план войны против России после заключения Симоносекского мира с Китаем в 1895 году. Я просто вам хочу. Но то, что Россия потерпела ряд сокрушительных поражений в ходе русско-японской войны, и прежде всего Цусиму, где погибли две русских военно-морских эскадры, они во многом и предопределили поражение России в русско-японской войне и подписание Портманского мирного договора. Вы знаете, мы 70 лет это слышали? Я еще раз говорю, мы привозим японские документы. Пожалуйста, молодежь, посмотрите. Я говорю, что японцам Портманской войны отдали, она японские документы. Да, японские документы. Мы работали в японской России, а мы работали. Причем тут работали. Потому что есть документы. Есть Портманский мир. Это не документ. По поводу революции. Портманский мир не определил Россию, как проигравшую. Не определил. По поводу революции. То, что произошло в октябре 1917 года, это был действительно классический государственный переворот. Тоже классический государственный переворот. А вот те изменения, в том числе в сфере экономики, социальных отношений, политической настройки, которые заняли не один год, а то и десятилетия. Это и есть революция. Это и есть революционный процесс. А переворот фактически произошел. Так большевики сами называли события октября в начале. Молодцы большевики. Октябрьским вооруженным переворотом. Да. Знаете, я хочу вернуться к выступлениям молодых людей. Да, да. Знаете, что меня поразило? Дело даже не в их оценках. А дело в том, что они говорят цивилизационный, эволюционный, революция, переворот. Речь идет о судьбе человека. Конечно, царская Россия не была идеальной страной. Иначе бы революции не было. Что тут говорить? Но ведь главное, это судьба человека. А человеку стало в результате этой революции намного хуже. Потому что такого массовидного и длительного террора против собственного народа. Да, опять. Да, и больше ничего другого я вам не скажу. Никогда не было на Руси. Никогда на Руси. Ни Пугачева, ни Ивана Болотникова, ни Разина. Ничего не было. Всегда мир и покой был. Господин народный артист, можно я это скажу? Да, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Так вот. Террор был невероятный. Десятки миллионов людей были уничтожены. Экономика России, как думают дети, не была отсталой. Здесь сидит блестящий... Да, да, да. Здесь сидит молодой блестящий специалист, который расскажет об этом лучше, но она была на подъеме. Царская армия была сильной и не проиграла Первой мировой войны. И если бы не февральская революция, если бы это страшное событие февральской революции, не надо было этого делать. То Россия, безусловно, была бы среди победителей. Но еще раз скажу, дело не в эволюциях, не в каких-то там формулах. Дело в том, что человек в 20-м столетии, российский человек, оказался в жесточайших условиях. И немного выздоравливать мы начали лишь после 20-го съезда. Слава Богу, потом все-таки пришло успокоение. Но несколько десятилетий. Это была кровавая баня для всех. Спасибо. Давайте дадим слово специалисту. Андрей написал прекрасную книжку в цифровых фактах. Да, пожалуйста. Я бы тоже хотел прокомментировать реакцию студентов. Да. Что я могу сказать? Я опять услышал мифологию, которая до сих пор сильна. Это очень грустно, потому что ведь у нас нет ничего дороже нашей Родины и нашей истории. И правда о ней до неузнаваемости искажается. Вот услышали про брусиловский прорыв, допустим, который был не таким успешным, а вся война велась плохо. Война не проиграна. Первая мировая война не кончилась проигрышем для нашей страны. Хотя бы один документ покажите, который бы говорил о поражении. Брестский мир, да? Понятно, да. Брестский мир так и не стал действующим договором международного права. К сведению, Первая мировая война кончилась Версальским мирным договором. Там есть статья 116. В Версальском мирном договоре проигравшей является только Германия и страны германского блока, не Россия. По смыслу? Германия в 1 августа 1914 года напала на нашу страну. Она получила нашу землю? Нет. Она не напала на нашу страну. Она напала... А кто объявил войну России? Мы начали. Мы начали. Это неправда. Восточно-прусскую операцию против немцев. 1 августа 1914 года Германия объявила войну в России. Объявила, но не напала. Мы никому войну не объявляли. Объявила, но не напала. На нас напали. Можно я добавлю? Это факт. Исторический факт, который легко проверить. На нас напала Германия. Объявила войну. Это разные вещи. А не напала. Объясните, чем объявление войны. Начнем еще раз. Германия вторглась на наши земли. Вот во время... Первый город. Город Калиш, приграничный, был уничтожен. 70 тысяч населения города было убито. Практиковались преступления над мирным населением. Живой щит из мирных граждан, которые немцы гнали впереди, из русских людей. Чтобы бить немцев, нам даже приходилось бить своих. Концлагеря первые. К сведению, так, если развивать дальше эту идею. В 1894 году, первый год правления Николая II, в Германии первое расовое общество Габино, где расовая теория разрабатывается. Концлагеря, преступления. Вот это Германия, которая напала на нас. Вы лекции не читаете. Вы не согласны с этим? Секунду, секунду. Вы не согласны с этим? Абсолютно я с этим не согласен. Брестский мир, Россия призналась, это сепаратный мир. Россия вышла из войны. Отдала территорию Украину. А кто был у вас в это время? Большевики. Март 18. Брестский мир. А это было правительство. А в январе? Стоп. В январе Брестский мир, малый Брестский мир, подписала Украинская Народная Республика. Его аннулировали сами большевики и все воюющие страны. Немцами подписали. И Прибалтика тогда была оккупирована немцами. Давайте, давайте, давайте. Признавалось отторжение Польши, Финляндию, Прибалтики, Украины. Мы говорим о нормах международного права. Это факт. Это нормах международного права. Россия вышла из войны. Это сепаратный мир. Кому был выгоден... Это мир, который был аннулирован. Кому был выгоден... Действующий, понимаете? Кому был выгоден сепаратный мир? Скажите, молодой человек, кому был выгоден... Где было легитимное правительство? Кому был выгоден сепаратный мир в Брест-Литовске? Сейчас, секунду. Легитимная власть была, это учредительное собрание, котое... Что бы еще раз говорили. Где в марте 18-го года было учредительное собрание? Но вы же знаете, где были остатки учредительного собрания? Вопрос в том-то и дело. Ну а где они были? Они были разбросаны по всей стране. Да, к сожалению, да. А это были захватчики. Это не было русское правительство. Никакого центрального правительства не было советской России. Большевики было легитимное правительство, по-вашему. Оно советское было. И там были не только большевики, но и левые церкви. Нет, ну подождите. Есть переписка. Архив МИДа Германии. Немцы запустили поезд Ленина только для одного. С юридической точки зрения. Чтобы он подписал вот этот сепаратный мир. Как вас зовут? Егор меня зовут. Егор, вот смотрите. А ты на где лучше пройти? РГГУ, исторический факультет. 5 баллов тебе. Да, да. И форму, и форму. За отменную историю. Вот смотрите, вот перед вами сидят историки, да? Они апеллируют документами. Вот вы, вот скажите, пожалуйста, вот сейчас выключите эмоции, да? Выключите эмоции. Сейчас вам Елена Николаевна, которая снимала очень много фильмов исторических на эту тему, да? Вы знаете ее, да? Вы ее выслушайте, пожалуйста. Основываясь на документах, на фактах, может вы поменяет свою точку зрения? Нет. Я просто, прошу прощения, я просто... Документы, факты, нет. Нет. Я знаком с документами, я знаком с фактами, я видел ваши фильмы, мне ее позиция известна. Не позиция, а то, что происходило по документам. Вот послушайте, пожалуйста, 5 минут, хорошо? Значит, существует в Берлине архив МИДа Германии и политический архив. Да, это сложно, но вот мы пошли на то, что наняли архивиста и работали уже с теми документами. Мы их приводим в одном фильме и сейчас будем приводить в следующих фильмах. Кто заплатил Ленину, Лев Троцкий, тайна мировой революции. Да, это наши работы на документах. И тогда, молодой человек, если бы вы поработали с документами, вы бы говорили совершенно по-другому. Может, вы бы знали, что в 1945-м Россия не победила. Четко, германское командование пишет, сообщает друг другу, это обширная переписка. Въезд Ленина удался, он работает полностью в нужном нам направлении. Немцам нужен был сепаратный мир. Они не могли воевать, так же, как и японцы не могли воевать. Смотрите, и там, и там. Первая революция на фоне русско-японской войны. Дальше, февраль и октябрь, это одна революция. Кстати, она не русская, это некорректное название. Она в лучшем случае российская, а по целям она западная. Первая или вторая уже оранжевая или цветная революция. Прошу прощения, я разве отрицал то, что вы сепаратный мир? Я вам советую, эти документы опубликованы. Вышел сборник Земена, он давно вышел, по-немецки переведен. Есть книжка Земена и Шарлау. Вот сейчас вышла, вот очень интересная книга. Вы по-немецки читаете? Читаем, читаем. Ну, вы-то читаете. Я молодежь спрашиваю, вы читаете? Нет, я не читаю. Это Ленин в Швейцарии. Он приводит. Как Ленин получал деньги? Он никогда не получал напрямую. У него всегда были посредники. С начала войны он сразу был такой эстонский националист, сепаратист Кескула, Александр Кескула. Был посол в Швейцарии Ромберг, говорящий по-русски, кстати. Был Моисей Харитонов Казначей, иммигрантского кружка. И вот это была первая схема. Вы просто работаете с теми авторами, которые публикуют документы. Мир нужен. У Ленина была даже такая, не кличка, а как бы господин мир. Потому что он должен был им обеспечить перемирие. Вот смотрите, вам сейчас все рассказали по фактам. Вы эти факты знали? Да, абсолютно. Я знал эти факты. На голубом глазу мне говорите, вы знали. Книжку не читали на немецком языке, но факты знали. Знали про Александра Кескула, эстонского посредника? Нет, но я знаю, что... Не знаете? Ну то, что сепарат... А давайте так сделаем. Смотрите, давайте проведем эксперимент. Смотрите, давайте встретимся с вами через... В марте. Давайте. Вы обещаете мне, прочтете все книжки, вплоть до того, что я даже вам помогу, может быть, по местам этой боевой славы большевиков сидеть. Но вы все посмотрите, да? И потом вы честно мне... Секунду! Секунду! Честно все расскажете. Хорошо. Да? Я могу и сейчас вам честно рассказать. Сейчас можете? Сейчас неинтересно говорить, потому что у вас идеологический шор. У меня не идеологический шор. Мои предки воевали за белое движение, были расстреляны за контрреволюционную деятельность. Так-то. И понимаете, в чем дело? Я не отрицаю ни на грамм, что сепаратный мир был выгоден Германии. Да мы не про межность говорим, сепаратный, а про революцию. А про революцию, правильно. На какие деньги она была сделана? Ну, во многом, кстати, частично и на немецкие деньги. Да? Правильно. Но дыма без огня не бывает. Были предпосылки к этой революции. Народ довели до революции. А то, что товарищи немцы... Помогли. Помогли. Товарищи большевиков. А скажите, а что сделал бы товарищ Сталин во время Второй мировой войны, отечественной, да, с человеком, который бы приехал из-за границы, стал бы говорить, что вы зря воюете, зря кровь проливаете. Это вы про кого? А кто так говорил? Спокойно. Расстрелял бы и правильно сделал. Спасибо. Он бы расстрелял. Аркадий, вы не... Аркадий, вы не... Аркадий, вы не... Пожалуйста. Вы не обещали. Я дам слово. Сейчас мы говорим. Только у меня есть одно условие. Пожалуйста. Ладно? Да, да, да. Мы не уходим от темы, да? Нет, не уходим от темы. Мифы Великой Русской Революции. Вот смотрите, значит, нам на смену одним мифам, сейчас лепят другие мифы. Значит, главное, основное, почему большевики взяли власть в октябре, это был вопрос войны. Людям эта война вот так. Они вообще не понимали, зачем они воевали. Во время выборов в учредительное собрание, которое столь любимое академиком Пивоварум, именно в Петрограде, в Москве и на фронтах большевики получили более двух третий голосов. Это говорило о колоссальной поддержке их антивоенных планов вот в этот период. Дальше, почему пошли на заключение Брестского мира? Я не буду предысторию рассказывать, но в январе 1918 года так называемый Малый Брестский мир заключили с немцами Украинская Народная Республика, этого Петлюра, там Вениченко и так далее, и так далее. И немцы вошли на территорию практически всей Украины. Махновчина, кстати, стала прямой реакцией на вот это вторжение немцев. Поэтому большевикам пришлось в мартовском Брестском мире констатировать только этот факт. Прибалтика была еще при Временном правительстве тоже оккупирована, как и Польша, и значительная часть Белоруссии. И когда Ленин выступал за подписание Брестского мира, он выступал как прагматик и говорил, что русской императорской армии нету, красной армии тоже нету, воевать нечем. Поэтому нам из тактических соображений сейчас мир, да, тельзийский мир, да, похабный мир, но он нужен как кровь из носа. Все равно через несколько месяцев от этого мира останутся одни рожки и ножки. И действительно, через полгода Германия и страны Четвертого Блока потерпели сокрушительное поражение, подписали капитуляцию на следующий день, «День Брестский мир был аннулирован». Так что, мадам Чевчевадзе, я посоветую не городить на месте старых мифов, новые мифы, и брать выборочно только те документы, которые ложатся в их предельно лживую, но очень стройную концепцию. Она вас не убедила никак. Она меня абсолютно не убедила. У меня вопрос, у меня вопрос там. Можно вопрос? Вот маленькая ремарка такая. Троцкий перед самой революцией в Петрограде по 10 часов говорил. Такое нес. Обещал и нужники из золота, и рай на земле. Народ уши развесил. Агитация как работала? Ну, может быть, да. Не, ну шикарно, да? Ну, да, оракул революции, да. Ну, трепло, Керенский такой же был трепло. Ну, вот просто это... А Ленин как говорил? Не, Ленин, кстати, хренов говорил. Серьезно? Да, ну не очень. Товарищи? Нет, нет, ну он, да, товарищи, мировая революция, необходимости, которые говорили, большевики, свершилось, временное правительство. А вы знаете, что Ленина, Ленина не пускали в Смольный? Да болтунок-то у нас полно, у нас Михаил Сергеевич как болтал. А скажите, пожалуйста, где... Слушайте, Михаил Сергеевич-то прям златоуст. И проболтал всю страну. Хорошо. Дело-то не в том, кто и как говорит, а кто и как делает. Хорошо. Давайте мы потом вернемся еще к этому вопросу. А именно... Ленина, секунду. Да. Павел, у меня к вам вопрос. Вот интересная, интересная вещь такая. Прочту вам сейчас ее. Можно? Сразу после Октябрьского переворота, 11 ноября 1917 года, Собор Русской Православной Церкви издал. Возвание к народу, документ такой. В нем написано. Люди, забывшие Бога, как голодные волки, бросаются друг на друга, происходит всеобщее сотмене совести и разума. Никакое царство не может держаться на безбожии, оно гибнет от внутренних распри и партийных раздоров. Посему и рушится держава российская. На наших глазах происходит суд божьим народам, утрачившим святыни. Это так? Вот это вот, собственно говоря, та тема, которую нужно обсуждать. Мы говорим немножко не о том, мы говорим о последствиях тяжелейшего удара. И там все пошло нелинейно, и это прошло очень трудно проследить. Давайте посмотрим, что привело к этому. И один из самых главных мифов, который мы сейчас видим даже в нашей дискуссии, да не было никакой великой русской революции. Не было. Если уж хотите, было две великих русских революции. Или невеликих, или нерусских. Но две. Это абсолютно разные темы с точки зрения целей, средств. А что было? Расскажите нам, что было? Результатов. Потому что не было бы никакого Ленина и Троцкого, мы бы даже не знали, кто это, если бы не февраль. В феврале рухнула монархия, и это надо четко отделять от октября. Она рухнула без Ленина, без Троцкого, без большевиков, и даже почти без меньшевиков. Вот это вот тема номер один. Конечно, она рухнула в результате взрыва. Но вот вы говорите, была ли это цветная революция? Да. Есть для этого очень хорошие критерии. Вот арабская весна, да? Целая серия революций, ясно направляемых извне. Но ведь русская революция не была изолированной. Посмотрите, начало 20 века. В странах, начиная с Португалии, кончая Китаем, и Турцией, и Россией, и Германией, везде вспыхивали революции по очень похожему сценарию. Ну как погибла Османская империя? Павел, ну как погибла Османская? Конечно, там тоже была своя февральская, своя... Цветная была? Это турки сами, или это все-таки извне? Понимаете, ну мир глобализирован с начала 19 века. Все, никаких уже попыток сказать, вот нас японцы обижают, поэтому у нас революция. Так нельзя уже. Понимаете, ребята, все друг друга обижают. Везде работают спецслужбы. Павел, объясните мне, пожалуйста. Только русский император почему-то по какой-то непонятной благородной идеологии не вмешивается в дела других стран, потому что это как бы нечестно, нечисто и так далее. Потом уже коммунисты, конечно, играют по другим правилам, и весь мир уже содрогался, так сказать, от их влияния, влияния самых разных форм. Поэтому, конечно, мы проиграли и японскую войну, конечно, мы проиграли Первую мировую войну, и, конечно, в этом принимала огромное участие иностранная сила. Разведка, разведка. А почему мы должны думать, что наши враги не будут помогать нашим, так сказать, внутренним врагам? Так у меня вопрос. Вот Елена Николаевна говорит о том, что был такой Александр Кескула, да, эстонский посредник. Ну, а потом Парвус был. Елена Николаевна провела гениальную, огромную работу по выявлению вот этих скрытых элементов. И нельзя недооценивать их роль, потому что в здоровом организме вирус тоже крохотный. Так почему тогда 25 октября по старому стилю... Сейчас, секунду. Про здоровый организм. Секунду, секунду. Павел, почему тогда 25 октября 1917 года все в одночасти перевернулось, рухнуло все? А на самом деле не рухнуло ничего, потому что если вы приедете в Петроград в начале октября и уедете из него там в конце декабря, вы не увидите сильных изменений. Рушиться начало в марте, в апреле, в мае, в июне. В июле были те катастрофы, когда армия побежала с фронтов. В июле, в августе. Немцы прорвали оборону, взяли Ригу. Это когда было? Это 1917 год, при временном правительстве. Уже все, Керенский эвакуирует правительство в Москву. Почему Ленин говорил про медление смерти и подобное? Да потому что Керенский уезжает в Москву и все, никаких кронштадтских матросов уже. И революцию сделать практически невозможно. Потом Ленин сам уезжает в Москву, да? То есть немцы, вот они подходят, армия фактически перестала существовать. Внутри страны хаос, рубль рухнул, экономика не работает, все по талонам. И вот вы говорите, большиняки. Вот о чем надо говорить. Февраль, февраль источник всех бедов. Спасибо, спасибо. Был такой февец, Игорь Тальков, который был убит в начале 90-х годов. Мы перестроечное поколение его помним хорошо. У него такая была песня «Россия, молодежь не знает эту песню или нет». Там есть такие слова. Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я долго осилился понять, как ты себя могла отдать на растерзание вандалом. Россия. Давайте об этом поговорим сразу после рекламы. Из истории переписки императора Николая II и императрицы Александра Федоровны. Мой любимый, какую радость мне доставили твои две телеграммы. Благодарю Бога за это счастье. Так отрадно было получить их после твоего прибытия на место. Бог да благословит твое присутствие там. Вся маленькая семья целует тебя нежно. Ужасно скучаю по моему ангелу. И просыпаясь по ночам, стараюсь не шуметь, чтобы не разбудить тебя. Так грустно в церкви без тебя. Прощай, милый, молитвы мои и мысли следуют всюду за тобой. Благословляю и целую без конца каждое дорогое любимое местечко. Субтитры создавал DimaTorzok обсуждение мифы. И многие из них были представлены здесь на экране. Шторм Зимнего, мы уже сказали, что это по сценарию Эйзенштейна и так далее. Действительно просачивались, что там творилось. Никаких баррикад у Зимнего не было. И пулемётом это были дрова, потому что Зимний дворец был превращён в госпиталь. Жертвы Зимнего, два человека ранены случайным взрывом гранаты, двое человеков выпили спирт с банок, заспиртованными гадами отравились герои Октября. Дальше был мерзейший совершенно случай, когда дорвались до винных погребов революционной массой, которая двое человек в бочках утонула. И охранять этот винный погреб стало невозможно даже латышам. Поэтому бочки разбили по приказу Антона Вовсеенко. Об этом написано его даже сыном. И его воспоминаниях имеется. Вот и это вино геккалитрами хлынуло из подвала Зимнего дворца. И пьяная скотская масса падала мордами в снег, котелками черпала солдаты революции. Железное Октября. Хотя пенсии получали 12 тысяч человек. Ну это так же, как с Лениным несли ведро, то есть несли бревно, аж 12 человек, то есть 6 человек описало, что оно с ним неслило бревно. Вся история мифовцы, как большевики его называли, ВОСР. Но у них все, аббревиатуры ВОВ. Это страна, в которой мы столько миллионов потеряли, у них ВОВ, у чиновников, потом революция стала ВОВ. А ВОВ что это такое? А? Великая Отечественная война. Это так, ВОСР. Ну это ближе, конечно, к теме. А ВОСР это что такое? Великая Октябрьская Санитическая революция. Так вот это называлось до 27-го года Октябрьским переворотом и Февральской смутой. А Великая она стала уже после изгнания Стротского. Вот. У нас очень много мифов. А вся революция соткана из мифов. Что скажете? Понимаете, я вот этот самый, я простой человек. Я знаю, как Александр Сергеевич Пушкин говорил, что доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды. За славу, за добро, а за грехи. За темные деяния спасителя смиренно умолят. Чего орать-то нам, Господи? Давайте разбираться, понимаете? Вот мы пытаемся. Не с этим эмоциональным возбуждением. Мордами лежали там эти красные вообще сволочи, свиньи. Понимаете, что это такое? Это разговор, что ли? Абсолютно. А сегодня я вспоминаю еще Федора Ивановича Тютчева. Тоже, говорят, неглупый человек был. Говорил Лев Николаевич Толстой, что без него трудно ли. Ложь. Злая ложь растлила все умы. И целый мир стал воплощенной ложью. Можем мы возразить что-нибудь? Сегодня. Он как будто вчера мне позвонил, Федор Михайлович. Федор Иванович, простите. Понимаете, вот с этой ложью надо разбираться, а не плести, кто там где лежал, кто там утонул в этом самом где. Мало кто утонул. Я знаю результат. Я был... Вы в 45-м году где были? Юрий Сергеевич. Сейчас, секундочку. Юрий Сергеевич. Вот посыл такой... Юрия Сергеевича там не было. В 45-м году я был в России. Сейчас, секундочку. Я был... Это было счастье, это был восторг, это была праведность. Понимаете, это... Что наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет... Мы поговорим о победе. И так оно и было. А все измышления, понимаете, это от лукавого. Сейчас, секундочку. Это в угоду цивилизованному миру. Хорошо. Который врет никакой не цивилизованной. Хорошо, сейчас, сейчас. Вот смотрите, какая история интересная получается. Вроде как мы пытаемся рассказать... Вы пытаетесь рассказать, эксперты, аудитории и другой части экспертов, на документах о том, то, что было на самом деле, что было там сто лет назад. Однако вас не воспринимают. Говорят о том, что... А вы там были? Вы там видели? Почему так происходит? Как вы думаете? Во-первых, я хотел бы сказать, Юрий Александрович, вам спасибо за ваше выступление. Да, спасибо. Всячески, да. Да, Вашенье, одну секунду просто добавить. Только спокойно. Одну секунду, ремарочка. Почтовики, когда захватили, то есть пришли к власти, они создали временный совет народных комиссаров, так же, как Наполеон в свое время почетным императором. И до учредительного собрания, которое потом разогнали и демонстрацию защиты пулеметами расстреляли. Так прекратите вы, ради бога этих... Я вам говорю, там кворума не было. Когда большевики и левые сферы во главе с Афгитомом ушли с учредительного собрания, там кворума не было. И учредительного собрания не был. Если Свердлов для начала зачитал декларацию прав и свобод народа в России, и когда встали возмущение, потом караулу стал. Прекратите, пожалуйста, бочевистскую агитацию. Вопросы к экспертам есть, молодые люди у вас? Почему же тогда именно английские и французские войска высадились на нашей территории, если вы говорите, что это именно цветная революция? Читайте архив полковника Хауса. Он чётко пишет, что Троцкий должен нас пригласить. Дело в том, что вы забываете главное, что к власти пришёл не Ленин, а пришёл Троцкий и Ленин. На самом деле, те силы, которые ввели Троцкого, и он приехал, вы знаете, из Соединённых Штатов, они его прочили. Ленин был обязан немцам тем, что они его спонсировали всю войну. Когда был такой, так называемый, ежеский мятеж, Ленин исчез из Петрограда на три месяца. Его не было до, фактически, начала октября. Более того, есть документы, есть воспоминания секретаря Ленина Фофановой, что Ленина не пускали в Смольный, потому что Троцкий должен был прийти, как председатель Петроградского совета, легальным путём. Это была американская схема. Смотрите, история очень интересная такая, да? У меня сейчас напоминает, Джон Ри такой писатель был, помните? Да, да, да. Десять дней, которые потрясли мир. Да, лежит, кстати, на Красной площади. А я теперь понимаю, почему победили-то в 17-м году. Ну и здесь. Большевики, знаете почему? Почему? Потому что они были такие, как вы. Да. Да. Им аргументы и факты, а им эмоции. Да. И всё. И потрясли мир. А потом всю страну. Я предлагаю следующим... Сейчас, секунду. Предлагаю следующим образом построить. Чтобы у нас не было здесь гражданской войны, да? Мы чего просим? Будет, будет. Нет, не будет. У нас там всё есть. Нет, 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 спокойно. Спокойно. Мы созреем здесь. Спокойно, спокойно. Нас доведут. Нет, нет, нет. Мы пократнеем. Да. Я просто прошу, 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 да? Вот среди экспертов только одна дама у нас. Давайте, пускай она говорит, а мы будем молчать. Когда она закончит, мы скажем. Так это вся передача, она будет говорить. Нет, нет, нет. Юрий Сергеевич, почему? Вот сейчас даже на этой передаче мы видим с вами, да, что, может быть, они взяли власть в 17-м году, потому что они были сильнее, нахраписти, они не слушали аргументов и фактов, а знали, чего они хотят. Может, поэтому они захватили власть так легко? И она лежала под ногами, действительно? Знаете, вы не добьетесь ответа на ваши вопросы, потому что эти господа отвечают так, мы отвечаем так, третьи по-другому отвечают. Ну, не господа, а товарищи, действительно. Я думаю, что вот по линии отбора фактов и их анализа мы далеко не уйдем. Потому что каждый читавший человек и написавший что-то может создать свою комбинацию фактов, свои документы предложить и так далее. Мне кажется, дело в другом. И историческая наука уже знает, в чем. Фернан Бродель, один из крупнейших историков 20-го столетия, сказал, события – это пыль. Это несколько выпендрежно. Но он имел в виду, что нужна большая теория, нужен некий окуляр, через который мы увидим эти события. Потому что, еще раз говорю, событиям можно мешать. И в конечном счете, мне не важно, был выстрел Аврора или не был. Хочется знать, конечно, правду, но не это самое главное. Были немецкие деньги или не были? Наверное, были, но не это самое главное. А что? А мне кажется, самое главное то, что к власти в ходе этой революции, она потом продолжалась, действительно, пришла группа людей, которая не скрывала, что она будет заниматься террором. Еще на втором съезде своей партии они сказали, что когда они придут к власти, они будут прибегать к террору. Кстати, их поддержал и Плеханов, который был меньшевиком и оппонентом Ленина. Это партия, которая впервые в истории человечества отвергла все фундаментальные ценности человеческой эволюции. Бога, религию, значит, церковь, соответственно, собственность, право и семью. Они отказались от всех фундаментальных ценностей ради каких-то странных фантазий, да, которые... Слава Богу, в ходе эволюции советского общества все это постепенно вернулось. Но тогда был именно такой замах. Помните, они хотели слово Бог в 1936 году уничтожить? Они давали какие-то придуманные имена, Марлен, они наши христианские и так далее. Это была богоборческая, страшная революция. И все остальное, все остальное... И ошибки царя, и просчеты белых, и какие-то удачи красных. Ничто по сравнению с одним страшным. И победа Великой Отечественной войны, вот, которой всегда апеллируют защитники советского, это была победа не режима. Это советский народ встал с колен и погнал фашистов. И тот, кто запустил ракеты в космос, они сидели в сталинских лагерях. И не только там один, Королев и другие. Все эти туполевы, они прошли все эти шарашки. Я этого никогда забыть не могу. И поэтому все оправдания этого режима, с моей точки зрения, морально преступны. Вот они преступники. Скажите, пожалуйста, этот режим, власть, которая пришла в результате Октябрьского переоворота или революции в стране у нас, она... Почему была такой антицерковной, богоборческой? Почему? Ну, надо, во-первых, помнить, что была французская революция. Так, так. Модель всех последующих красных революций. И французы в своем богоборчестве далеко нас переплюнули, если кто не помнит. И у них архиепископ Парижский возглавил новую религию. Религию, так сказать, высшего существа, когда актрису пригласили в главный кафедральный собор Франции, в собор Парижской Богоматери. И прямо на алтаре она там изображала из себя чудо. Вот это вот чудесно. И во Франции было законодательно запрещено христианство. До такого все-таки у нас не дошли. И французы уничтожили все свои религии, кроме совсем немногих уцелевших совершенно случайно. Поэтому в данном случае и красный флаг, это флаг не наш, и слово комиссар, это не русский флаг. Это все идет из Франции. И совет народа комиссаров, и декрет. Слово декрет тоже француз. Уходит корнями в достаточно темную. Ну расскажите, пожалуйста, это же мы не знаем. Но самое главное, что вот вы зачитали... Нет, про флаг вы сказали, про флаг и про комиссаров, пожалуйста. Красный флаг это очень старый, еще в средневековье применявшийся символ именно кровавых переворотов. Например, у Кондратья Булавина были кумачевые знамена. У Александра Дьевского он красный был. То есть сам по себе красный цвет, это цвет радикального, но если угодно такого яростного, не случайно революцию сравнивали с Пасхой. Это вот такая антирелигиозность, если угодно. Религиозность, которая выходит за рамки нравственности. Это вот правда, ради которой стоит пролить реки крови, но ради правого дела. Это, если угодно, санкционированная резня. Да, то, что, между прочим, сейчас происходит с ИГИЛом, это же тоже ведь государство, которое мы считаем террористическим, но они-то себя считают борцами за правое дело и за свободу. И, кстати, коммунистические там... То есть получается, что... Помните такое выражение? Кто его сказал? Напомните мне. Революция пожирает своих детей. Да, и это происходит постоянно и регулярно. Вон Украину посмотрим сейчас, что у них там... Какое пожирание начнется. Но дело не в этом. Обращение Святейшего Синода, ну уже тогда священно, потому что избрали патриарх, значит, это обращение было не первым. И в нем есть очень важные слова. Как русский народ дошел вот до такого состояния? А, между прочим, политический терроризм у нас к этому времени уже полвека существовал. И принимался на ура нашей интеллигенции. И у нас террористов прямо в зале суда оправдывали, если вы помните. Это уже Засулич, например. Да, как это было Засулич. То есть общество русское считало, что они борются против этой страшной махины, так сказать, да, империи за правое дело. Это мученики, это жертвы. Они убивали людей, невинных людей. Количество убитых политическими террористами превосходит во много раз жертвы, собственно, имперской системы правосудия, да. Но что это такое? Это не иначе, как наваждение. Кто виноват в этом духовном ослеплении? Кто? Церковь. Ибо сказано, что суд Божий начинается с Дома Божия. Это ее место заняли эти люди. Это место духовных пастырей, духовных руководителей, которые в силу, ну, специфики нашей политической истории, при Петре Первом церковь потеряла возможность выступать... Даже раньше. В реалитете. В реалитете раньше. Секундочку. Она потеряла возможность выступать в качестве авторитетной силы, которая поучает народ, которая берет на себя роль заступницы, застраждущей. В том числе перед государственным яхитутами. Перед государственным яхитутами. Ходатайцей. Конечно. А сирых, убогих, нищих. Конечно. И получалось так, что церковь, став Петр ее, сделал частью государства, это ему было удобно. Это было удобно и части церкви. Да. Потому что, ну, всем удобно, когда тебя опекают. Но народ, смотря на это, потерял доверие, потерял веру, если угодно. А ведь помните, на чем держалась имперская Россия? Первый орден Российской империи, орден Андрея Первозванного. За веру и верность. Если нет веры, не может быть верности. И поэтому император Николай пишет в дневнике кругом измена и трусость и обман. Вот. Это, собственно говоря, медицинский приговор ситуации февраля 17-го года. А, Павел, все-таки очень интересная история, но вы начали про французскую революцию, о том, что... Там то же самое с католической церковью произошло. Да. Страна наполнена храмами, кругом иезуиты, кругом воскуряют фимиам. А потом происходит что? Маленький надлом, и страна свергается в пропасть. Потом Наполеон ее зажимал в тиски. Тогда у меня такой вопрос. Вы знаете, мы сегодня с коллегой утром разговаривали об одной интересной вещи. 17-й год, октябрь, 18-й, начало гражданской войны, уничтожение и высылка старой элиты, дворям, да? Всех, кто носил звание господин или госпожа. Их убрали все. Расстреляли, выслали и так далее. И все стали товарищами. И всех хотели сделать равными. Свобода, равенство, братство. Это лозунг февраля. Да, да. Потом диктатура пролетариата, и вы будете все свободными, и будет ваша земля, и будут ваши заводы, и не будет эксплуататоров, и все будет здорово, да? Ну почему после этого, 20-е, а особенно 30-е годы, лагеря, слово сказать нельзя, за слово могли посадить, убить, сейчас, секунду, расстрелять. Ну это ведь так, это правда. Я помню, вот, дядя моей семьи, у меня бабушка ходила по улице, видела милиционера, переходила на другую сторону. Деда чуть не посадили за то, что у нас была красная материя, выцвестшая, да? А какой-то советский был праздник, он повесил, флаг был розовый. Его чуть не били меньшевиком, сосед засучал, и хотели посадить. Отца моего, вся секунда, который приехал из Москвы, будучи студентом, мыл руки, рукомойник, и там у него была мыльница желтого цвета, как золотая. Сосед, бывший НКВДшник, сказал, ну что, Витька, делаешь-то, руки моешь? А что это тебе? Да вот золото из Москвы привез. Тут же побежал в НКВД местное, в КГБ тогда написал. Его взяли в подвал и сказали, мужик, тебе очень здорово повезло, что Иосиф Юрьевич умер, а сейчас другая ситуация, то бы ты не вышел отсюда. Вот до какого ужаса все доходило. Вот где здесь, я хочу, сейчас, секунду, где здесь и за что умирали, боролись и как жили? Об этом надо говорить, мне кажется, да? Почему это произошло так? Почему страна была самая свободная до 1917 года при царе? Не было ведь цензуры, все говорили о чем угодно. А почему потом-то началось это все? Почему началась кровавая баня такая? Ради чего? Люди потеряли Бога. Как при царе понимаете? Сейчас, секунду, сейчас. Потеряв Бога, люди начали его искать там, где они его видят. И первым, кого они нашли, это спаситель страны. Кто был спаситель страны? Кто? Владимир Ильич Ульянов Ленин. Это был человек, о котором прямо так и говорили. Спаситель. Сам Есенин писал о нем. Ужас. Вы знаете, в этом стихотворении, да? Но нет его, а те, кто в живе, да? А те, кого он оставил, он, да? Страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон, да? Он спаситель страны. Так он богоборцем был. Он был богоборец, и он занял место. Вот то место святыни, которое занимал раньше Бога. И ради этого люди могли убивать, умирать, сражаться. Потому что людям не хочется жить в низком состоянии. Они хотят жить в высоком. Они хотят отдавать свою жизнь за что-то великое. А что это могло быть в этой ситуации? У меня тогда вопрос такой. У меня тогда вопрос такой к вам, еще один. Вот смотрите, я закончил факультет журналистики Московского государственного университета. Учился на Маховой. Учился с 82-го, да? После Рафака, после Армии, по 88-й год. Умер в Шерненке. Я помню, как мы стояли у телевизора. Диктор по телевизору это все объявляет. И со мной стоят рядом ребята из международной группы. А это была элита. Это были все ребята, которые были сыновьями, секторей ЦК. Ну понятно, да. Да? Нет, секунду. Это была элита, которые с нами, с простыми, никак не смешивались. Они носили импортные шмотки. Они отоваривались, и родители их, в сотой секции ГУМа. Они распределили на улице Грановского. Там им давали хорошие вкусные продукты и икру. Все было... Они были отдельно. Они даже учились. Они знали языки, им нанимали преподавателей. Они ездили отдыхать в Италию, во Францию, в путешествия. Все это было. У нас это не было. А мы были советские. И мой дед так же воевал на Курской дуке. И немцам бошки крутил. Это было все. Еле живой остался. Но почему я не ходил в сотую секцию ГУМа? Почему я моя мать не могла получить те продукты, которые давали в закрытом отделе сотого гастронома первого там? Почему это было? Значит, выходит. Они отодвинули эту элиту. Нам накрутили мозги и сказали, вы советские люди, давайте умирайте, а мы будем жить хорошо. Почему это происходило? Не так. Они создали религию. Они создали религию светлого будущего. А потом сами ее предали. Понимаете? И вот то, что было в 1917 году, вернулось в 1991. Кругом измена, трусость и обман. Только тут изменником был, извините, глава государства. Ситуация была более, с одной стороны, драматичной, а с другой стороны, более анекдотичной. Аркадий, можно я буквально... Сейчас, секунду, сейчас дам слово. Андрей, вот вы сейчас слышали наш разговор, да? Вы написали книжку, да, про царское время. Вот скажите, власть... Ну, вы согласны, что она была богоборческая, да? Советская, конечно. А почему она такая была? Можете мне объяснить? У этого были свои объективные причины. Отчасти было произнесено правильно, что назрел кризис во всех элитных слоях населения, в том числе и в церковных, в офицерстве, в генералитете. Сам 1917 год – это выбор между западноевропейским коммунизмом и западноевропейским либерализмом. Там не было нашего, ничего. Мы отказались от своего пути развития, имел место действительно факт предательства практически всех слоев населения. Вот эта потеря бога, которая действительно имела место еще до революции, она и привела, вот на волне, она подняла всю ту грязь, которую получила власть, и закономерно у руля оказались палачи и убийцы. Но надо понимать, что на самом деле еще до революции имел место этот самый моральный кризис. Он был до Николаевских времен, о нем еще Достоевский писал о том, что Россия находится над пропастью. Вот это все как раз и привело к революции. Вот в этом и есть ее основная причина. У меня вопрос. Сейчас скажу, я вам дам слово, пожалуйста, Иван Ильич, почему народ пошел крушить храмы? Сначала ходил молился, потом пошел крушить храмы. Варить священников вживую, резать и убивать. Одна часть народа, да? Да. А другая часть вступалась за это дело. Но все равно религия была разрушена. Почему? Вот когда говорят о том, что большевики – это богоборческая власть, я не соглашусь. Большевики приняли закон о свободе совести. Им по большому счету было все равно, во что верит каждый конкретный человек. Но то, что это была антицерковная власть, то есть направленная против русской православной церкви – это да. И не только против РПЦ, но и против соответствующих институтов того же ислама. Это первое. А ислам тоже разрушали? А? Ислам разрушали? Ну, конечно. Требуется уточнение на тему того, что… Сейчас, подождите. Теперь то, что касается, почему храмы разрушали. Вы знаете, представить дело таким образом, что несколько десятков тысяч храмов были, я бы не сказал, разрушены. Многие из них были просто закрыты и переоборудованы, да? А вот теперь давайте вспоминать события русского раскола середины 17 века. Ведь большая часть населения крестьян, особенно центральной России, Ярославская губерния, Костромская, Тверская, Нижегородская, Саратовская, область войска Донского, она была заселена тотально старообрядцами. Они ненавидели эту никонианскую церковь. Это для них не церковь была. Возьмите новейшее исследование, ту же книгу Пыжикова «Корни сталинского большевизма», тот же роман, например, Леонова, нашего знаменитого русского советского писателя. Он же показывает… те же бруски Панферова. Он же показывает, что вот в этой глубинной, толще народной жизни, вот эти вот традиции старообрядчества, непринимания никонианской, я бы тут даже сказал бы, украинской церкви, ведь у нас до Екатерины с Алексеем Михайловичем целое столетие здесь был фактически весь епископат забит выходцами с Малороссии, которые были самым тесным образом связаны с Суняцкой и католической церкви. Феофан Прокопович, Стефан Евборский, куда ни плюнь, везде… Мы эту программу обязательно этому посвятим, но сейчас мне самое главное… Да, я понял, корни, я понял, ну суть, суть. А большевики вот это народные, вот этот условно, они оседлали его, поэтому… но при этом, заметьте, вот у меня, я же, я коренной москвич, там кореней не бывает, у меня вообще родней нету, помимо… Ну у меня бабушка моя, одна 1897 года рождения, другая 1905 года, они спокойно, я, я же видел это, я сам с ними ходил, в 60-е, в 70-е, в 80-е годы ходили в церковь, светили куличи, красили яйца и так далее, и так далее. Никто им вообще не запретил вас. Спасибо вы делали. Почему, сейчас, сейчас, Андрюша, сейчас, смотри, почему власть была такая… Ну я думаю, что ответ во многом дан вот в речи Павла Владимировича, который дал точную картину. И действительно, Достоевский говорил, русская церковь в проличе со времен Петра Великого. И там же в дневнике в своем пишется, что если загорится храм и кабак, куда побежит мужик? Что спасать, иконы или вино брать? Побежит в кабак. Достоевский был верующий, религиозный, церковный человек, вряд ли он клеветал. Но вот что важно, 6 января 1937 года в Сочельни прошла перепись населения Советского Союза через 20 лет после победы большевистской революции. Больше 50% граждан России, не только христиане, не только православные, назвали себя верующими. Это было не абстрактно, потому что вот ты, Иван Иванович Иванов, ты говорил, я верующий. Это было после всех этих страшных гонений, после фактического разгрома русской православной церкви, ареста или убийства епископата, монахов и так далее. Это о чем говорит? Что при всем кризисе, который был действительно и до революции, в 20-е годы и так далее, все-таки вот это религиозное начало в народах бывшей Российской империи сохранялось. Больше 50% не испугались. Я бы не знаю, как я повел бы себя в этой ситуации, когда мог бы знать, что за это могут тут же взять и арестовать. Вы рассказывали про мыльницу, как взяли человека. Людей арестовывались за это. Что? У меня у деда здесь был партийный билет, а вот здесь крестик. И он всю войну так прошел. Слушайте. И всю войну так прошли многие не залезали в нашей армии. Господа и товарищи, значит мы с вами в разных странах жили. Здесь партийный билет. Я жил в той стране, где людей арестовывали. И я думаю, я думаю, я думаю, что вот тот анализ, кризис веры, кризис христианства, православия, 19-го, в начале 20-го века, и правильно говорят, и еще раньше, действительно имел место быть. И мы должны это помнить. Спасибо. Андрюш, реплика, да, реплика у вас. Я в данный момент сейчас работаю с документами Центрального государственного архива Москвы, которые ранее были засекречены. Фонд 12-15, ОПИС-5. В данный момент вот эти же засекреченные папки смотрю. Это папки Моссовета. Там вполне конкретно говорится, да, у нас сейчас свобода совести, верующие действительно вправе исполнять вот эти религиозные культы, но действует согласно негласным инструкциям секретным, которые запрещали это делать. То есть для народа одно, а по факту другое. Потому что в 17-м, не перебивайте, я не договорил, в 17-м году начинается эпоха большой лжи. Никаких законов. Достоевский. Сказал очень интересное, написал очень интересные фразы. Вот посмотрите, из романа «Бесы». «Кто проклянет свое прошлое, тот уже наш». Это один из бесов говорит, бесов. Да. Интересно дальше. Надо бне, надо бна, чтобы такой народ, как наш, не имел истории. А то, что имелось под видом истории, должно быть с отращением забыто им все целиком. Мы пытаемся в этой программе вспомнить, разобраться и, главное, не ругаться. Реклама, а потом продолжим. Из истории переписки императора Николая II и императрицы Александра Федоровны. Моё бесценное сокровище. Моё бесценное сокровище. Спи спокойно, моё солнышко, мой драгоценный. Тысячу нежных поцелуев шлёт тебе твоя старая жёнушка. Да благословит и хранит тебя Бог. В эфире «Святая империя» программа об истории, о том, как она проходила. Мы продолжаем. У меня вопрос к Борису Вадимовичу Соколову. Борис Вадимович, начало 20-х годов. Знаменитая Александра Калантай. Обозвращение женщин. Отмена института семьи. Всё это было на самом деле или нет? Она выступала за проведение на российской почве феминистических идей. То есть мысль была о равноправии мужчин и женщин полном, о отмене церковного брака, введении гражданского брака. Но, вопреки распространённым мнениям, она, например, не проповедовала свободную любовь. То есть она считала, что, да, женщина, так сказать, и мужчина, они свободны в выборе своих партнёров. Но при этом, значит, любовь должна быть не только плотской, но и обязательно духовной. И она, кстати, стала одним из авторов вот этого декрета в декабре 1917 года, который вводил гражданский брак. Ваша книжка называется «Галантай. Валькирия и блудница революции». Ну, знаете, она на самом деле блудницей всё-таки не была. А так книжку-то назвали почему-то? Кто продал? Это издательство так назвало. У меня была только Валькирия, да. Блудницей она не была, но было у неё двое мужей, ну, не параллельно, кстати, последовательно. Было, в общем-то, два известных любовника. Ну, скажем, по советским меркам это уж не слишком такой список. То есть это миф о том, что нравы после революции упали на землю? Я не знаю, нравы, конечно, упали, но «Галантай», она, так сказать, какой-то там неразборчивостью в сексуальных связях и массовым каким-то развратом не занималась. Это уж точно. АПЛОДИСМЕНТЫ Это миф, какой-то миф? Нет, вот, пожалуйста. Нет, нет, давай, не будем отвлекаться опять на туда, в истории, сюда. Вот конкретно про этот миф? Про «Галантай», что ли? Да я, честно говоря, не её биограф, понимаете? А про нравы тоже миф? Ну, послушайте, там, нет, многие вещи, безусловно, имели место, а многие вещи это чистый воды миф. Когда мы говорим «большевики-большевики», надо понять, что внутри не просто самой партии большевиков, но даже её высшего руководства были люди, которые по-разному относились и к церкви, и к религии, и к институту семьи, и так далее, и так далее. Не надо большевиков просто мазать всех одной белой, чёрной, буромалиновой или какой-то иной краской. Поэтому надо понять о том, что когда происходят перемены вот такого колоссального, я бы сказал, общемирового планетарного масштаба, в том числе в системе социальных отношений, экономических отношений, в системе государственных отношений, личностных, каких хотите, всегда будут перегибы, придурки, значит, садисты, какие-то полоумки и так далее. Вот эта пена, она всегда есть элемент глобальных социальных катаклизмов. Мне сказать нечего, я артист, это не самая интеллектуальная, так сказать, часть общества, мы народ тёмный, так изображать всё. Поэтому я только стихами. 30-е годы, Михаил Львов, татарин из башкирского села под Челябинском, понимаете, киноленты 30-х годов, кинохроника документальная. Снова смотришь и плакать готов, и ответная боль моментальная, чертежи в черне городов, и восторжены радостные люди. Поколения 30-х годов нам ничто не подносят на блюде, сами всё, всё трудом, всё горбом, исполнение и замыслы наши. Сами строим и дом, ну и дом, Ростель Маши и Урал Маши, сами авторы вечных чудес. А долели и серость, и сырость, и красавцам встаёт Днепрогресс, и Челябинский тракторный вырос, только что совершивший прыжок через Северный полюс в Америку. Чкалов, взятый восторгом в кружок, богатырский, с улыбкой уверенной, от святого, от чистого шли. Вдохновением полнились будни, юность Родины нашей земли, мы тебя никогда не забудем. Где тут враньё в этом, только что мы тебя никогда не забудем. Всё правда, попробуйте возразить. И вот это было, и не то, кто с кем как жил, у кого какая любовница была, кто какой, да, этот самый, наверное, нашёл. Небрянное бельё, да. Да, понимаете? Спасибо. Вот ведь что было, попробуйте возразить. Пошли дальше, поехали дальше. Я увидел, у вас была выставка в библиотеке имени Ленина, да, посвящённая первым дням революции, от февраля до октября. Расскажите, пожалуйста, что было до этих фотографий, когда они снимались, и что там было изображено? Вот все знают Российскую государственную библиотеку, чаще её называют Ленинкой, и в её фондах, кроме книг и журналов, про которые все знают, есть уникальные фотографии, которые нашли как раз в преддверии столетия 1917 года, и они вдохновили на создание выставки и того фильма, который сейчас можно посмотреть в интернете. Там два блока. Первый показывает Москву, как бы в начале марта, а второй блок уже Москва в октябре. И мы показали эти фотографии увеличенно, они дали возможность вглядеться в лица. Это уникальная возможность. На многих документах хроники камера скользит, и мы не можем посмотреть в эти лица. А вот на этих фотографиях, там даже есть такие моменты задержки кадра, мы можем посмотреть. И вот эти эмоции, они бесценны, потому что мы действительно становимся сопричастными этим событиям, и мы можем видеть разную гамму чувств от воодушевления, от растерянности, от ужаса. Это одна часть, как бы, вот этого первого блока. А что за события там происходили, вот конкретно, если можно, октябрь установить? Да, если тогда немножко про февраль, да, то есть была присяга временному правительству, и поэтому много очень кадров, связанных с парадами войск, вот этой присяги на Красной площади. Огромное количество митингов и шествий, они длились почти неделю. Это тоже запечатлено, и мы можем состав видеть этих людей, которые выходили на демонстрации, как они выглядели, и вот по лицам чувствовать какие-то их эмоции. Кроме того, конечно, работа агитаторов. Это тоже все зафиксировано подробно. Вот про это интересно, побольше расскажите, пожалуйста. Ну, мы можем видеть, как с машин раздаются листовки, как проводятся агитации, но по воспоминаниям мы часто видим, вспоминаем, ну, как бы и читаем, что на самом деле люди в пятом-шестом ряду уже не слышали, что происходит, они просто поддавались вот этой эмоциональной волне. Приезд революционеров из эмиграции, это Брешко-Брешковская. И вот это тоже один из таких мифов, что была очень почетная встреча Ленина на вокзале. На самом деле, также торжественно встречали и Плеханова, и вот представительницу партии СССР Брешко-Брешковскую. То есть, и вот фотографии тоже показывают не только, вот особенно февральские, что была многопартийность, то есть в тот момент еще были представители самых разных организаций, которые тоже поддерживали большевиков. Это уже со временем акценты переставляются, да, и как-то дискуссии искажаются, и появляются мифы. Но еще более сильные кадры – это второй блок нашего фильма, который показывает Москву, которую увидели москвичи после артобстрела, вот этого пятидневного обстрела Кремля, и что увидели москвичи, когда они смогли выйти на улицы. Вот эти разрушенные Кремль, окрестности Кремля, весь центр. И это тоже один из тех мифов, который искажался на протяжении 20-го столетия, и искажения начались прямо в 17-18 году, когда большевики отрицали о том, что Кремль серьезно пострадал во время артобстрела. Более того, фотографии эти сознательно уничтожались, и знаменитая книга епископа Нестора «Расстрел Кремля», где были подробно зафиксированы в результате работы комиссии разрушения, которые были причинены зданиям, и последствия и мародерства, и фотографии, которые были опубликованы. 8 тысяч из 10 тиража были уничтожены, их не успели раздать, только части. Но, слава Богу, эти документы тоже сохранились. И получается, что документы уже тогда уничтожались, уже в конце 17-18 года, и они сознательно уничтожались. И тоже любопытно, что в 18-м году вот эти фотографии, которые мы с вами видим в фильме, ну, подобные, да, немножко другие, они по-прежнему были актуальны по новостным меркам, да, то есть события прошли уже в ноябре, а их по-прежнему тиражировали в газетах, журналах, их сам их с датами переиздавали и распространяли, потому что в Кремль уже невозможно было пойти, попасть, видеть это было нельзя, и это были те документы, которые, ну, вот, показывали реальность того, что произошло. Спасибо. Илья Николаевна, у меня к вам вопрос. Ну, что, что, все, ну, что делать. Илья Николаевна, у меня вопрос, смотрите, вы, мы давно знаем друг друга, и когда вы мне рассказывали в прошлом о событиях, которые происходили в 17-м году, особенно о том, что революция, октябрьский переворот 17-го года, это было не чисто внутреннее дело, да, все-таки, на ваш взгляд, это, ее можно назвать цветной красной революцией? Конечно. Ну, я бы все-таки считала, что надо рассматривать весь процесс. Обязательно 905-й год, февраль, октябрь. Это я понял, мы об этом говорили. Одни заказчики и спонсоры разные, но все они за рубежом, скажем так. Никакого народного восстания не было, ну, в октябре, по крайней мере. Алексей Максимович Горький, который сам был буревестником революции, и очень активно и много работал для революции, он не принял октябрь и сказал, я, говорит, знаю, кто сделал эту революцию, это 40 человек интеллигентов, я их всех знаю по именам. Почему вот эти мифы очень настолько сильны даже спустя 100 лет? Вот молодой человек приходил, вот он стоит там, четвертый, и с вами так усиленно спорил, хотя он дитя 21 века. А потому что вот учебники пишут, вот такие, как наши гости, понимаете? И вот в том-то и дело. Надо бы вам учебники показать, писать. Вот бы было хорошо. А где им брать, где им черпать сведения, информацию, откуда? Ну, вы мои, темные, договориться нам никогда не придется. А вы учебник мой читали, нет? Вы читали мой учебник? Сейчас, секунду, дам слово. Нет, а зачем говорить про мой учебник? Я бы хотел сделать еще вставку о, наверное, главном мифе 17-го года. Это о причине революции, собственно, как такой экономической отсталости, разрухе нашей страны, о том, что вот хлеба не было и прочее. Ну, есть цифры, факты конкретные. Первое место в мире по темпам промышленного развития в 13-м году. Первое место по темпам промышленного развития в 16-м году, когда наша страна вела мировую войну, и у нас была единственная страна, у которой индекс промышленного производства рос. И рос быстрее, чем, например, в США, где война на тот момент не шла. Дальше. Важнейшие данные. Ну, мы все гордимся покорением космоса в советские годы, атомными технологиями. Но когда работал Циолковский, когда опубликована книга «Исследование мировых пространств реактивными приборами», это 1911 год. Ну и что? Это до революции. Откажите. Стоп, я не договорил. Десятку первейших банков с русским категорами. Я не договорил. Дальше. Атомный проект. Сейчас дам слово. Атомный проект. Когда у нас появился первый урановый рудник, это 1913 год, делала мировые изобретения у нас, изобретен первый в мире, серийный бомбардировщик Илья Муромец и много других достижений. Делали великие стройки, как, например, Транссиб, как орошение пустынь Средней Азии, изменение природы и климата. Что происходило до революции. Дайте договорить. Я не отрицаю этого. Если все это происходило, мы, безусловно, уважаем покорителей космоса и атомов в советское время. Давайте уважать героев и дореволюционных. Это все наша история. Мы не имеем права выкидывать имена героев до революции. А кто их выкидывает? Все. Спасибо. 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 Молодые люди. Дайте мне ему ответить. У вас сколько много собралось. У меня вопрос такой к вам. Где бы вы были тогда, 25 октября 1970 года? Я, несомненно, присоединился к большевикам, потому что они обещали бедным крестьянам землю, рабочим заводы. Понятно. И решение всех проблем, которые накопилось, что говорили. То есть у вас не убедилось, накопилось. Спасибо. Спасибо. Антон Жумерук, МПГУ. Во-первых, я сделал все, чтобы моя семья была в безопасности. А второе, я поддержал бы переворот не потому, что я за революцию, а потому, что поддерживать временное правительство, но это последнее дело. Спасибо. Я бы вывел себя в высшее руководство большевиков, сделал бы то, что сделали они с октября по январь, но не разгонял бы учредительное собрание. Тогда у меня вопрос к вам. А храмы, что были бы с церковью с русскими? Не было тогда, с октября по январь, гонений на храмы еще. А потом, после января? А потом бы и не делал. Потом был бы политический компромисс достигнут. Вы бы сделали. Да, и политического террора бы не было. Храмы стал бы рушить или нет? Оставил бы. Кому нужно отойти от веры, он сам отойдет от нее. Кому нужно ее сохранить. Хорошо, спасибо. Наш герой, да. Такой вопрос. Я должен находиться обязательно в Петрограде? Конечно. А, ну тогда я за большевиков. Дал бы временное правительство. А храмы, храмы, храмы. Пошел бы рушить. Началась гражданская война. Одел кожанку, красную связу нацепил себе на кепку, маузер взял и пошел бы. Вот священник перед тобой. Вот там стояли в деревне Белый. То есть священник отпел белого генерала погибшего. У тебя отряд красногвардейцев. Что бы ты сделал с церковью? Расстрелял бы, как большевик. И лично я бы этого бы не сделал, потому что бы просто бы красным бы не примкнул. У тебя как-то тут не совпадение. Расстрелял бы и так. Правильно. Мы должны объективно оценивать ситуацию. Объективно солдат довели до такого состояния в 2017 году. Лично я до такого состояния, к счастью, не довели. Мы с вами работаем в храме Христа Спасителя, который был разрушен в 30-е годы. Вот вам, товарищ Сталин или Ленин, неважно кто, дает приказ. Ты отвечаешь за разрушение храма Христа Спасителя. А тебя здесь крестили когда-то. Ты ходил с мамой сюда за ручку на Пасху, красить, светить яйца, куличи. Стоял, смотрел на эти вот картины, на иконы, молился. А ты же ведь поддержал большевиков-то. Логика здесь такая. Маузер тебя на боку. Ты власть, рабочек, крестьянская. И вот тебе прислали разрушать храм Христа Спасителя, где тебя познакомили с Богом. Что бы ты сделал? Хороший вопрос. Я бы разрушил. А могу объяснить, почему? Потому что мне сознание, мировоззрение уже поменяли на тот момент. А крест бы снял? Да. Скорее всего. А сейчас у тебя крест есть? Нет. Судись. Матвей Елисеев, МПГУ. Я бы был с большевиками. С чем вы были, простите? С большевиками. А кто среди вас есть, кто не стал бы большевиками, а, ребята? А что же вы сидите-то? Одни большевики к микрофону идут. Идите-ка сюда. Так. Идите-ка сюда. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Да. Я не стал бы идти за большевиками, потому что, смотря на их методы, какими они приходили к власти, можно было бы предвидеть все, что будет дальше. Мне было бы просто... Это уже по коммунистически. Подходи. Свободы слова нет. Это уже я против. А то, на что начал говорить, эти когда говорили, разрушал кроме? Да. Сидел, молчал, головой кивал. Молодец. Как только встал парень, который против, давай его гасить. Не-не-не-не-не-не. У нас страна свободная. Да? Свободная страна. Поэтому он, пускай он говорит. Да. Наблюдая за теми методами, которыми приходили коммунисты к власти, большевики, мне было бы просто стыдно быть с ними. А как они приходили? Тихо, 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 тихо. Они с самого начала предсказывали, ну, не предсказывали, они предрекали тирок. А как они пришли к власти? Тихо, тихо. Он сейчас провоцирует тебя на меня. Мне что показали. Бескровно пришли к власти. Как бы они не скрывали, что они будут тиранить народ. Никогда. Поэтому зачем-то не идти. Вы же иди тиранили народ? Да. А что нет? Серьезно? Кто еще? Рефрессии? Это не тиран? Да, вы. Пожалуйста. О чем ты говоришь? Да, мы пропусим. Сталин с Лениным вставали, младенцев убивали, по утрам выпивали пару литров крови, младенческой. Потом подписывали целый день, без устали указы. Сейчас вы видите все, и сеанс специальной пропагандой. Мы все в советское время, будучи студентами, такими же, как вы, молодыми, 25 лет назад, у нас на факультете журналистики, это биологический факультет, была такая спецкафедра. Нас обучали там работать с противником. Ну вот если война, мы вынуждены, должны были работать с противником, чтобы его, словом, обезоружить и заставить сдаться. Во время Великой Отечественной войны, также в Красной армии, в Советской армии, были такие части, которые распропагандировали противника. Значит, самыми классными пропагандистами в мировой истории, кроме французских, во время Великой Французской революции, были большевики и советские пропагандисты. Они владели словом «потрясающе». Это была такая выстроена система, они были гении в этом смысле. Они могли какого угодно переспорить, не на фактах, вы сами сейчас видели, да, а просто эмоционально и, так сказать... Ну, приход большевиков к власти, это и есть их риторическая победа. Они настолько владели своим словом, что поэтому пришли к власти. Так вот, где вы были бы в октябре 17-го года? Я бы не был просто с большевиками и все. Спасибо. А вы? Нет, нет, девочки, девочки. Нет, нет, нет. Ну, поскольку я в этой веренице единственная девочка, я скажу от лица женскую, мне кажется, аудитории, потому что я была бы дома. Я была бы дома, потому что это все опасно, а мне надо следить за детьми. В первую очередь. Это раз. А во-вторых, это конкретно в это число, в этот день. Но в перспективе, скорее всего, я была бы расстреляна. Потому что, я объясню, потому что либо я была раскулачена, да, у меня у меня прадедушка с прабабушкой, вернее, прапрадедушка, прапрабабушка, они погибли именно из-за этого. И я примерно знаю, о чем я говорю, в принципе. Как вас зовут? Мария, в бюджет политологии МГУ. И, ну, либо я бы пострадала за веру, дай бог. Вот. Ну, то есть, было два варианта. У меня, как у девочки-христианки, которая не хочет вот, предавать Родину, не хочет предавать веру в первую очередь. Скажем так. Ну что ж, на этих прекрасных словах мы заканчиваем сегодняшнюю тяжелую, такую серьезную, я бы сказал, очень эмоциональную программу. Спасибо вам большое за то, что вы слушали нас, смотрели. Надеюсь, увидимся в следующей программе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...